Историческое событие для любителей крымско-татарской словесности. В Крыму впервые презентовали крымско-татарский, турецко-русский словарь. Теперь изучать свой родной язык станет значительно легче, ведь всегда есть возможность сверить свои знания с академическим пособием. В библиотеке имени Исмаила Гаспринского собрались ученые, лингвисты, преподаватели, историки и писатели. Они с интересом изучают недавно изданный словарь под авторством братьев Рефика и Нузета Музафаровых. Полностью он был собран еще в 1973 году. Однако издан только сейчас, в Турции. В нем собрано 25 тысяч слов на крымско-татарском, турецком и русском языках. Тираж составляет тысячи экземпляров. В словаре используются слова в очень интересной форме. Сейчас эти формы в разговоре не употребляются. Это непростые формы. Я думаю, огромный вклад для нашего народа. Ученые уже оценили. Мы еще глубже будем изучать его. Рефик Музафаров родился в 1928 году в Раздольнинском районе. Отлично учился в школе. Закончил ташкентский пединститут. Защитил диссертацию и докторскую по крымско-татарскому фольклору. После возвращения в Крым Рефику Музафарову удалось издать журнал «Ватан». За четыре года вышло 36 номеров, в которых был полностью опубликован этот словарь. С первого номера журнала «Ватан» этот словарь начали там публиковать. По правде, это словарь в изучении крымско-татарского языка. Литература, культура, искусство вносит огромный вклад. Словарь состоит из трех частей. Это слова на трех языках. Географические названия населенных пунктов полуострова, женские и мужские имена. «Забыть Рефика Музафарова невозможно. Он видный ученый и политический деятель в нашем народе. Имена этих известных личностей нужно увековечить. Рефик Музафаров достоин того, чтобы в честь него установить памятник». Рефику Музафарову так и не удалось увидеть свое детище. Автор словаря ушел из жизни в 2011 году после продолжительной болезни. Но дело ученого будет продолжаться. Уже очевидно, что спрос на словарь огромный. Тираж книг будет увеличен.